Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Деньги отдыхающих пропали не в Рязани. Руководитель турфирмы Остров Сокрович прокомментировал ситуацию с путевками. Люди, которые обезвреживают опасные находки прошлого, снаряды, мины и гранаты, как работает группа разминирования ОМОН. Новый сезон и новый спектакль «Театр кукол» в выходные покажет постановку о безопасности дорожного движения. Деньги отдыхающих не присваивал. Руководитель турфирмы Остров Сокрович прокомментировал ситуацию с турами. Напомню, рязанцы, купившие там путевки, не смогли никуда уехать и вернуть себе деньги. Они были вынуждены обратиться за помощью в правоохранительные органы. Подробности далее. Виктория решила поехать отдыхать в Турцию. Турфирму выбрала проверенную почти 20 лет на рынке. Путевку купила на 7 дней, отдала 42 тысячи рублей. Однако подтверждение от отеля так и не пришло. Туроператор не получил деньги за мой тур. Хотя в турагентстве, в котором Острове Сокрович, я платила 100% все услуги. Я провела весь день в офис компании, чтобы выяснить этот вопрос, но ничего разумительного мне не было отвечено и мне пришлось обратиться в полицию. Заявление от Виктории и других пострадавших полиция приняла прямо в турагентстве. Другие пострадавшие обратились в прокуратуру. Две путевки в Казань и Испанию были оплачены, но поездки в назначенные даты не состоялись. Проверка показала, что несмотря на то, что генеральный директор Острова Сокрович получил денежные средства от граждан на оплату туристического продукта, умышленно оплату счетов в разумный срок не произвел. В связи с чем туроператоры аннулировали соответствующие заявки. Материалы проверки направлены в ОМВД по Советскому району для решения вопроса об уголовном преследовании. Руководитель турфирмы Остров Сокрович подозревает в преступлении по части 2 159 статьи Уголовного кодекса мошенничество при получении выплат. Максимальное наказание по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы осужденного до 5 лет. Руководитель турфирмы Остров Сокрович Роман Яковлев рассказывает, сам пострадал из-за закрытия туроператоров, но деньги клиентам обещает вернуть. Нужно прийти, написать заявление на возврат нечисленных средств и заключить с нами соглашение, в каком порядке мы будем возвращать эти деньги. То есть, зависит от ситуации, там она развивается по-разному. То есть, есть где, грубо говоря, мы сразу можем вернуть деньги, есть где мы должны дождаться возврата туроператоров и так далее. Есть где, в принципе, деньги вообще не вернутся, потому что туроператоры, так сказать, уже закрыли свою деятельность и там это очень долго ждать. Там много партнеров, несколько фирм таких мелких, которые являлись центрами бронирования, да, и через них вышли некоторые продажи. Вот, есть, ну там, все вы знаете, там про Натали Турс, там, да, еще там Паларта и так далее. За июнь, июль там ушло достаточно много компаний с рынка. В любом случае, по факту обращений жителей правоохранительные органы будут проводить проверку, выяснить, сколько человек пострадали от деятельности турагентства. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Изменилось движение на площади Ленина. После первого этапа реконструкции там появилась развязка. На улицу Горького теперь можно попасть с Первомайского проспекта. Для удобства пешеходов установили светофор. Но вот мнение самих горожан о нововведении разделилось. Тему продолжит Мария Рудая. Рязанцы пока еще не привыкли к новой схеме движения на площади Ленина. Пешеходы по старинке перебегают дорогу, хотя новый светофор находится между памятником и торговыми рядами. По проекту реконструкции площади Ленина пешеходная зона продлена. Открыто двухстороннее движение с улицы Горького на площадь. Также свободно можно проехать со стороны Первомайского проспекта через площадь Ленина на улицу Горького. Мы решили узнать у жителей города, что они думают о подобных изменениях в центре Рязани. Хотят здесь поток, пусть здесь будет проб. Посмотрим, время покажет. Просто непривычно, конечно. Стало удобнее, потому что проезд, можно как бы развернуться. А раньше не было такого разворота, ну, проехать на другую улицу, было бы неудобно. А сейчас стало удобно. Пока водители привыкают к новому движению, пешеходы также разделились. Одним проект нравится, другим крайне недовольные. Для автолюбителей нормально, а для пешеходов нет. Почему? Потому что никакой пешеходной зоны не добавилось. Приятно хотя бы гулять стало приятнее, как-то и вроде памятник так к месту теперь стоит, и вокруг так нарядник становится. Моразм, полный. Не надо было трогать площадь вообще. Пока реконструкция площади Ленина продолжается. Ясно, одно только время покажет, облегчит ли новое движение жизнь автолюбителей и пешеходов или станет местом очередного затора в час пик. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Споры вокруг ремонта Солочинского моста не утихают до сих пор. Рязанцев больше всего волнует два вопроса. Как долго он будет продолжаться, и почему нет альтернативного удобного объезда? Сейчас на все эти вопросы появились ответы. Кажется, что о Солочинском мосту все уже сказано. Да, идет ремонт и да, трудится усердно. Вот только водители, конечно же, хотят видеть результат. Одна из самых главных новостей – это то, что в скором времени изменится движение по Солочинскому мосту. Связано это с тем, что работа на правой половине моста подходит к концу. Мы планируем где-то к 20 августа перенаправить движение. То есть мы открываем вот половину вот этой части, половину, перенастраиваем там движение, перестраиваем. То есть вот эту половину, половину открываем для того, чтобы на той стороне начать замену деформационных швов. Те, которые на этой стороне уже поменены, мы их начинаем менять там. По словам Андрея Савичева, 10 августа поступят деформационные швы, а после начнутся работы на другой половине. Правда, автомобильный путь будет непрямой. Сделано это будет для ускорения ремонта. Одновременно установят деформационные швы на одной стороне и нанесут полимерное покрытие на другой. Подобное полимерное покрытие для Рязани в новинку, однако в стране его уже применяли неоднократно. Дело в том, что класть асфальтный бетон нельзя. Это увеличит нагрузку, и в процессе фрезерования можно будет повредить несущие конструкции. Поэтому и было принято решение применить новый полимер. Вот только есть с ним одна проблема. Это погодные условия. В дождь его укладывать нельзя. Всего необходимо покрыть новым полимером 12 тысяч кубических километров. По расчетам Андрея Савичева, одна бригада в смену нанесет 250 квадратов. Планируется, что трудиться будут три бригады одновременно. Прогнозируемый результат – 750 квадратных метров в день. Мост через Аку не ремонтировали 46 лет. В 2010 году проводился только ямочный ремонт. Но, по словам Андрея Савичева, конструкция ежегодно приходила в негодность. В 2018, когда начали ремонт, то увидели изношенный бетон и голую арматуру. Решение о реконструкции откладывать было нельзя. Один из самых главных вопросов – это альтернативный путь объезда. Мы сразу заявили о том, что соорудить понтонный мост в этой части Аки – это просто нереально. Потому что все-таки понтонные мосты – это объект, который в том числе и поднадзорный определенным структурам. И, конечно, мы не смогли обеспечить ту безопасность проезда по понтонному мосту, которая требуется от нас. А, к сожалению, другого объезда, ну, знаете, да, у нас всего через Аку два моста – это в Касимове и в Рязани. Да, стратегическим планом развития Рязанской области предусматривается строительство моста. Ну, это, наверное, в перспективе. В какой – не могу сказать. Сейчас взгляды, наверное, всех горожан прикованы к текущим ремонтным работам на Солочинском мосту. И самое главное – это знать, успеют ли рабочие закончить к обещанному 1 ноября. Андрей Савичев честно ответил, что в настоящий момент бригады немного отстают от графика. Однако за этим пристально следят. На правой половине моста рабочие столкнулись с небольшими трудностями. Например, нельзя было заказывать новые деформационные швы, не узнав точный их размер. Это единственная трудность, с которой столкнулись рабочие. На второй половине моста будут проходить те же самые работы. Заменены три деформационных шва, которые в настоящий момент уже заказаны, и 10 августа будут на месте. А также замена асфальтового покрытия и нанесение полимерного состава на бетон. Срок службы нового покрытия – около 10 лет при должном уходе. Вопрос только в том, как будет осуществляться сам уход и не повлечет ли он за собой новый транспортный коллапс. Это уже не такие работы. Мы будем, допустим, там, где у нас асфальтовое покрытие, мы будем просто-напросто делать поверхностную обработку специальную, где у нас полимер, мы точно так же, о чем я сказал, будем делать именно обработку поверхности самой. Не залезая вовнутрь самого покрытия, а именно только поверхностную обработку, та, которая максимально изнашивается от колес автомобиля. В настоящий момент рабочие наносят один из слоев нового полимера. Вот только из-за погодных условий продолжать работу на бетонном покрытии нельзя. Придется ждать, пока оно высохнет, и продолжать дальше. На начало августа, по словам Андрея Савичева, выполнено чуть больше 80% работ на правой половине моста. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В областной клинической больнице появился общественный совет. Большинство членов – немедицинские работники. Это пациенты, представители общественных объединений, академического медицинского сообщества. Создание общественного совета ОКБ – это шаг, который сократит дистанцию между врачами и пациентами и поможет улучшить работу больницы, отметил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. На первом заседании общественный совет утвердил приоритетные направления, в их числе развитие клиентского сервиса в больнице, улучшение материально-технической базы, работа над усовершенствованием подготовки медицинских кадров. Строители часто находят во время земельных работ свидетельство давно ушедшего времени. Снаряды, мины и гранаты, хоть и пролежали в земле десятки лет, все равно представляют опасность. Тогда за работу принимаются специалисты группы разминирования ОМОН. О редкой профессии все узнал Валерий Седов. Автомобиль группы разминирования отдела Росгвардии по Рязанской области под названием «РАКС» едет на дежурный вызов. Поступило сообщение о найденном подозрительном предмете. Машина группы сделана на базе «Форд Транзитом», только с небольшими изменениями. Внутри чемоданы и сейфы с оборудованием, а также клетка с собакой кинологической службы. Такой автомобиль один во всей Рязани. Да и в России его можно считать редким. Таких в стране по пальцам пересчитать. И вот остановка. Перед выходом – обязательная процедура. Сотрудники надевают обмундирование. Инженеры одеты в бронежилеты и каски, а в руках у них металлоискатели и щупы. Главное сейчас – не торопиться. Поиск вдоль дорог, а особенно в местах проведения строительных или дорожных работ, сильно осложняется тем, что прибор реагирует на все металлы. Правда, инженеры-саперы уже знают, на что нужно обращать внимание. Сотрудник поднимает руку вверх. Это обозначает, что он нашел опасный предмет. Обнаружена противопехотная мина по МН-2. Вот так выглядит этот взрывоопасный предмет. Это противопехотная мина по МН-4. Первым делом, перед тем, как подойти к ней, сотрудник осматривает щупом территорию вокруг на предмет мин-ловушек. Таковых здесь не оказалось. Тогда инженер-сапер принимает решение об уничтожении предмета накладным зарядом. Сейчас сотрудники прокладывают линию и устанавливают тротиловую шашку. Решение об уничтожении мины не единственное, которое может принять инженер-сапер. Также можно раздеталировать или разминировать взрывоопасный предмет. Или изъять его и уничтожить в другом месте, на полигоне. Линия подсоединена. Готов к подрыву. Сотрудник крутит катушку и взрывамины не происходит. Это обычная тренировка, которая проходит практически ежедневно. На самом деле специфика работы разнообразная. Включая все виды работ по уничтожению взрывоопасных предметов. Также мы проводим профилактические осмотры. Это связано с проведением различных культурно-массовых мероприятий, праздничные концерты. Также спортивные массовые мероприятия, футболы. Проводим осмотры территорий. Другая часть тренировки – это работа кинологической службы. Сотрудник вместе с собакой осматривает железнодорожные пути. Здесь по условиям тренировки лежит подозрительный предмет. Когда собака обнаруживает его, она принимает сигнальную позу. Таких пост существует несколько. Собака может сесть, замереть или лечь. Мухтар садится. На этом тренировка кинологической службы заканчивается. Они занимаются только обнаружением подозрительных предметов. Остальное – дело группы разминирования. У нас ежедневные тренировки по обнаружению взрывных устройств. Выезжаем в разные места, несмотря на условные погоды, потому что собака должна работать и в дождь, и в жару, и в холод, и в снег. Это неважно. Нет такого, что если идет дождь, то мы с собакой не занимаемся. Или на улице холодно. Собакой занимаемся мы в любую погоду, в любое время. После обнаружения подозрительного предмета на место выдвигается инженер-сапер. Взрывозащитный костюм под названием «Доспех». Он весит около 40 килограммов. Оборудован в системе радиосвязи. Один человек такой костюм надеть не сможет. Сотрудник осматривает подозрительный предмет и забирает его с собой. Он не опасен. Взрывозащитный костюм «Доспехи». Он состоит из куртки, брюки и шлем. Также в состав костюма входит система охлаждения. Данная система позволяет работать оператору не более 30 минут при температуре до 500 градусов Цельсия. Такие тренировки проходят практически ежедневно. Как говорится, тяжело в учении. Однако в бою ситуация совсем другая. Сотрудники честно признаются, что иногда им бывает страшно. Вот только когда они принимаются за дело, то испуг отступает, уступая место холодному расчету и профессиональным навыкам. Валерий Седов, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город. Минтранс рекомендует регионам развивать велосипедную инфраструктуру, как утверждает ведомство. Это позволит решить транспортную и экологическую проблемы в стране. В каком состоянии велодорожки в Рязани сейчас и насколько комфортно ездить на велосипеде по улицам города, выяснила Анна Малистова. Павел Мусков уже давно пересел на велосипед. Такой вид транспорта гораздо удобнее, чем общественный и полезен для здоровья, уверен велосипедист. Но есть одна проблема. По словам Павла, для велопрогулок наш город вовсе не приспособлен. Передвижение в нашем городе на велосипеде непосредственно в самом городе очень затруднено. В связи с тем, что улицы маленькие, дорога даже для машин мало места. Перемещение по бордюрам, по тротуарам тоже затруднено, потому что нет маленьких бордюров заниженных. В принципе, они есть, но появляются сейчас, но очень мало, очень мало. Перемещаться по дорогам общего пользования очень опасно. Велосипедист должен не только права знать, но и сам, как заяц, уметь прыгать от машины. По данным ГИБДД, в этом году в Рязанской области произошло 41 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб, 43 получили ранения. Чтобы избежать аварийных ситуаций, Павел часто выезжает кататься за город, а также в темное время суток, когда поток машин значительно меньше. Он утверждает, хотя в городе и есть велодорожки, но для велосипедистов они совершенно не предназначены. Как, например, вот это у стадиона «Спартак». Дорожка длиной всего 400 метров проходит через детскую площадку, а упирается в забор автотранспортного техникума. Это шуточная велодорожка, такая номинальная. Власти города читали, что когда-то открыли ее давным-давно, мы благополучно забыли про нее. То есть она должна была дальше соединяться, плавно перетекать в лесопарк. Но почему-то она вот так и осталась здесь. За торговым центром Европы находится еще одна велодорожка. По ней уже давно ходят обычные пешеходы, да и рядом опять же находится детская площадка, поэтому велосипедистам нужно быть предельно внимательными. Велосипед уже давно является популярным видом транспорта в Европе, где велодорожкам уделяют особое внимание. Среди туристов широко распространены велотуры. В планировании велодорожек рязанцы советуют ориентироваться на опыт зарубежных стран. В Рязани у нас их очень мало. Она должна быть. Другое дело, может быть, как-то обезопасить детей и тех же велосипедистов, чтобы им никто не мешал. Здесь нам нужно что-то придумать, может быть, опыт других стран. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать, появятся ли в Рязани новые велодорожки, и когда велосипедисты смогут комфортно, а главное – безопасно передвигаться по городу, как для себя, так и для пешеходов и автомобилистов. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Перенесли из-за ремонта моста фестиваль неба России в этом году пройдет в Рязани. Ни полетов, ни свечения в этом году в районе Шумыши проводить не будут. Открытие фестиваля пройдет 8 августа в 18.30 на территории Кремля. Закрытие с вечерним свечением аэростатов 11 августа рядом с музеем-заповедником на территории Монастырского сада. В рамках фестиваля на чемпионате ЦФО и 10-м Кубке Рязанской области по воздухоплаванию примут участие 24 пилота. В выходные открывается новый сезон в Рязанском театре кукол. Юным рязанцам и их родителям покажут новый спектакль «Приключения на дороге». Наша съемочная группа побывала на репетиции. Спектакль «Урок» – именно так в театре кукол называют «Приключения на дороге». Помимо главных персонажей, в постановке задействованы и сами зрители. Режиссером выступила заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Ивановского театра кукол Елена Иванова. Она же стала автором сценария. Елена, говорит, этот спектакль задумывался для будущих водителей и их родителей. Я очень благодарна Рязанскому театру кукол, что меня пригласили именно с этим спектаклем, потому что я работаю сейчас с молодыми актерами. Четверо из них просто вчера выпустились из институтов театральных. Это очень интересно всегда с молодыми поработать. А спектакль таков, что здесь даже некоторые клоунады существуют. Здесь нужны молодые и очень энергетически заряженные актеры, и которые еще не забыли, как они были детьми. Регулировщик, дворник, светофор, полицейский, врач. Каждый актер исполняет сразу несколько ролей. Александр Григорьев из регулировщика перевоплощается в нарушителя, а потом в дворника. Он признается, тема спектакля ему близка. Вот строим разные домики. Вот у нас пешеходный переход. Объясняем детям, что, где, как правильно переходить. Дальше будет надземный переход. То есть вот здесь можно переходить. Подземный, то есть отсюда будет человек вылезать у нас. Ну и все в таком духе. В общем, игра у нас такая. Интерактив с детьми и большая, большая, солнечная, с настроением игра. Главная задача постановки – научить мальчишек и девчонок быть сначала пешеходами, а потом уже водителями. Таким позитивным будет начало нового театрального сезона. Продолжение обещает быть не менее увлекательным. Спектакль для детей и взрослых «Каштанка». День, когда перестали читать сказки «Доктор Айболит», «Новогоднее представление». Все эти спектакли дети ждут с нетерпением. В Театре кукол планируют уделить внимание и взрослым зрителям. Мы планируем еще спектакль для взрослых. Это такой с замечательным режиссером Борисом Константиновым. Это такая рок-н-ролльная история в стиле рок-н-ролл. Я надеюсь, что это будет тоже взрослым очень интересно. Планы на будущее обозначены. Теперь предстоит их воплощение. Премьера спектакля «Приключения на дороге» состоится 12 августа в 12 часов. А пока актеры и режиссер готовятся встретиться с большими и маленькими зрителями. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok